Всем привет! Вы на канале SquatBotShop, меня зовут Дима, и сегодня я вам расскажу про новые крепления Union Force. Я совсем недавно вернулся из Грузии, там мы катались в горах Сванетти, на курорте Тетнульди и Хацвале, и с собой туда я взял эти новые форсы, чтобы потестить их в горах. Сразу хочу сказать, что в этом видео я буду не столько опираться на всякие технические характеристики, их можно найти в YouTube, уже много видео об этом снято, на сайте производителей, на сайте Squat. Вы можете посмотреть все это. В этом видео я буду больше опираться на какой-то личный опыт, личного использования, постараюсь донести до вас все плюсы и минусы, которые, на мой субъективный взгляд, есть в этих креплениях, и надеюсь, что это видео будет вам полезно. Начать это видео я хочу с того, что как только вы покупаете себе новые крепления, вне зависимости от бренда, вне зависимости от цены, из коробки их надо настроить. Потому что даже многие мои друзья, с которыми я катаюсь больше 10 лет, постоянно забивают на этот момент, конечно же не все, но я очень часто наблюдаю такую ситуацию, что у людей не настроены нижние стрепы, они где-то сбоку, верхние стрепы болтаются, хайбеки смотрят в разные стороны. Это супер важно, потому что вы покупаете новые крепления, и чтобы использовать их на максимум, лучше, конечно, все настроить под себя. Но даже если вы достали свое новое крепление из коробки, вставили туда свой ботинок, и вам кажется, что они идеально подходят друг другу, стоит особое внимание обратить протяжки всех болтиков и винтиков, потому что это может сохранить вам не только нервы, но и раковину вашей ванной. Короче, этой зимой я встречаюсь со своим корешем в парке, он супер довольный, купился новый Union Ultra, показывает мне их весь такой, светится от счастья, хочет прям явно видно, чтобы быстрее подняться, чтобы попрыгать. Спустя полчаса он теряет вот этот нижний винтик на нижнем стрепе. Мы его там поискали минут 15, естественно, в снегу его найти практически нереально. Он со своих зимних ботинок срезает шнурок, как-то это все привязывает, чтобы хотя бы остаток дня докататься, не потерять время, окей. Приезжает домой, идет там в какой-то ближайший хозяйственный магазин, покупает плюс-минус подходящий винтик, дома это все зажимает в какие-то маленькие тиски, стачивает, там все это делает, все вроде нормально, все по размерам подходит. Он несет эти тиски в ванную, чтобы скинуть стружку, не намусорить, и случайно роняет эти тиски на раковину. И раковина разбивается, естественно, просто в хлам пополам, все, брызги-дребезги. И, казалось бы, стоило всего 5 минут уделить этому время, чтобы посмотреть все эти винтики, все их протянуть, потому что, повторюсь, неважно от того, насколько дорогие крепления, какой это бренд, из коробки они всегда могут быть разболтаны. Это нормально, это не какой-то брак, просто так часто случается. И поэтому я решил записать это некое вступление, потому что это действительно важно. Изначально я этого не хотел делать, но, посмотрев на всю эту ситуацию, мне показалось, она довольно забавной. И вот так вот бывает в жизни. То есть ты сэкономил 5 минут, побыстрее помчался на горку, побыстрее захотел покататься, но в итоге меняешь раковину в своей ванной. Ладно, давайте закончим с этими художественными отступлениями. Просто я в своих видео часто пытаюсь рассказать всякие жизненные истории, чтобы видео были не настолько техническими, сухими, все по факту. Хочется привнести в них какую-то жизнь, чтобы сделать что-то поинтереснее. Так вот, абсолютно новые фарсы, где они изменили вообще все. Каждая деталь тут не похожа на старые фарсы, все тут плюс-минус отличается. И давайте начнем с хайбека. Хайбек тут полностью симметричный. По жесткости, на мой взгляд, он прям мягенький. Ну, наверное, у Union это средний, но вот прям по моим ощущениям он прям такой мягенький, такой приятный. И это делает его, на мой взгляд, универсальным креплением за счет этой мягкости хайбека, чтобы кататься в парке. И я вот, например, не любитель летать на огромных ходах. Мне больше нравится спокойненько на среднем, на средних ходах поездить по горе, попрыгать там где-то, поискать какие-то кочки. Поэтому вот лично для меня он был суперкомфортный, мне все понравилось. Наверное, для тех, кто там любит разогнаться до скорости болида Формула-1, он покажет все-таки мягким, стоит поискать что-то пожестче. Но как по мне, так это круто. Это реально делает это крепление универсальным, и мне этот хайбек понравился. По регулировкам у него здесь старая система наклона хайбека, вообще ничего нового, старая вот эта штучка, надежная, легко заменяется, в принципе, ничего нового, ничего особо интересного. Ротация хайбека тут осуществляется в двух положениях, и вот она у меня вызвала на самом деле вопросы, потому что когда ты переставляешь его, когда у тебя крепление, ты разворачиваешь их на какой-то сильный угол, приходится переставлять хайбек, чтобы он был параллельно заднему канту. И в этот момент вот это ушко начинает упираться очень сильно в пятку ботинка. И мне кажется, это не прикольно, это будет убивать ботинок. С моими, в принципе, ботинками все было нормально за примерно месяц катания. И я также знаю, что многие люди на этот момент жалуются, хотя очень много людей катаются на Юнион, и, наверное, им этот момент не так уж и критичен. Но странно, почему Юнион до сих пор не пофиксят этот момент, наверное, это обусловлено конструкцией вот самого крепления. Также хотелось обратить внимание на пену на самом хайбеке, она тут новая, больше по ощущениям вот так вот тактильно похожа на какую-то резину. И она тут как будто бы более прочная, потому что Юнион грешат этим моментом. Раньше на всех новых креплениях спустя две недели многие люди жаловались на то, что она тут слоится, крошится, отклеивается. Вот на моих креплениях за месяц катания она выглядит как новая. С ней как будто бы вообще ничего не произошло. И я считаю, что это круто, что они начали так делать. Это полезно. Не хочется на новых креплениях через две недели видеть какие-то отрывающиеся куски пены. Это не круто, даже чисто с визуальной точки зрения. Потому что ты тратишь на это деньги, и тебе хочется, чтобы новые крепления как минимум в год оставались у тебя в каком-то приемлемом виде. База тут тоже полностью новая. Мне она показалась такой прям жесткой, уверенной. Все круто держит, все круто передает, все усилия. Мне понравилось. То есть вот этот баланс жесткой базы и мягкого хайбека, я считаю, это прям очень круто, потому что, опять же повторюсь, это делает крепления прям такими универсальными. То есть они выполняют все функции, которые ты от них хочешь. Хочешь поехать по трассе, немного покарвить? Окей, за счет базы ты можешь спокойно это сделать. Во фрирайде, в парке все круто работает. Так что к базе вообще ноль вопросов. Алюминиевая пяточная дуга, которая регулируется в четырех положениях. Если честно, я никогда не понимал особо вот этого хайпа насчет регулировки пяточной дуги. Мне всегда казалось, что ты приходишь в магаз со своими ботинками, выбираешь те крепления, которые подходят тебе по их характеристикам и под твой ботинок, и все, и счастливо уходишь домой, потому что регулировка базы, она все-таки, это дополнительные болты, дополнительная какая-то расхлябанность крепления. Тут этого, конечно, не ощущается. Также, кстати, это не ощущается за счет того, что есть здесь дополнительные два болта, которые держат эту дугу, что позволяет не вырвать ее более тяжелым людям каким-то, и делают конструкцию жестче за счет этого. Она меньше люфтит и как бы сохраняет свою жесткость вот такой, какой ее задумали конструкторы. Так что получается за счет этих болтов, меньше люфтов, лучше передача усилий, и, кстати, юники дают пожизненную гарантию на все свои базы. Но, кстати, интересный момент, что у меня есть две пары ботинок Вэнс, вот такие и такие. И вот эти встали идеально по центру этих креплений, а вот у этих пятка выпирала сильнее, чем носок. Поэтому в защиту этой дуги могу сказать, что тут стоит просто сдвинуть ее на одно деление, и эти встанут тоже идеально. Забавно, кстати, что на моих Бёртон-Картель оба ботинка сразу встают по центру. Интересно. Но, видимо, разная конструкция креплений делает свое дело. В принципе, ничего страшного. Дальше сама платформа. Она здесь мягкая, в отличие от многих остальных креплений Union. Например, тех же самых Ultra или Atlas. Она здесь прям проминается пальцем, что прикольно, что сказывается на амортизации. Я считаю, что это круто. Мне вот подходит больше такой момент. Я готов пожертвовать немного какой-то жесткостью ради того, чтобы не отбивать все коленки, и мои ноги меньше испытывали дискомфорт. Так что за это однозначно плюсик. Также здесь имеется кантинг. Вряд ли на камере это будет видно. Но это также несомненный плюс, потому что это разгружает ваши колени, ваш таз. Ноги находятся в более правильно анатомическом положении. За это тоже респект. Но что мне не понравилось в этой платформе, так это вот этот вот болт. На мой взгляд, это вообще прошлый век. В креплениях этого уровня хочется видеть платформу, которая снимается без инструмента, где не нужна отвертка, где ты быстро отстегнул, все это там диски переставил, крепление переставил. Или там поменял углы, неважно. И в креплениях даже меньшего уровня, ниже стоимости, мне кажется, это уже много где реализовано. Не понимаю, почему Union оставили здесь этот болт. Тем более вот в новых фарсах. Это как бы казалось бы, ну сделайте здесь нормальную платформу, которая снимается без инструмента. Это небольшой, но для меня это минус. Кстати, эта платформа сделана из водоотталкивающего материала. Это работает, это круто. У нас был снег в горах, и не приходилось постоянно вычищать свои крепления. Они быстро так... Снег быстро с них скидывался, слетал. Единственное, что какой-то прям уже снег, который такой там на солнышке нагрелся, более-менее такой мокрый, он все-таки налипал. Не то, чтобы он от него прям просто отскакивает, но это круто. Это добавляет комфорта, когда ты просто быстренько основную массу снега и можешь стряхнуть с своей платформы. Я считаю, что это плюс. И, кстати, забавный момент, что, как я уже сказал, вот здесь они оставили этот болт, а на верхнем стрепе нет вообще никаких винтиков, болтиков. Тут как бы такая быстрая регулировка. Когда я увидел, когда я брал себе эти крепления в магазине на таганке, я сначала супер скептически к этому отнесся. Я подумал, блин, ну, как будто это как-то не очень надежно. Типа, раз вы уже здесь оставили болтик, то и как бы и здесь его давайте оставляете. Потому что фиг знает, я поеду сейчас в горы с этими креплениями, у меня тут это все будет вылетать и теряться. Вообще не хотелось бы потерять верхнюю свою стрепу в горах. И к тому же я думал, что нафига мне быстрая регулировка верхнего стрепа. Я вообще недоумевал по этому поводу. Типа, неужели мне придется на горе быстренько поменять там типа стреп. Да, я понимаю, что я опять же сказал в начале видео, что надо настроить свои крепления, но как будто ты там пару раз взял с собой отвертку, настроил все, там если ты там дома как-то неправильно это сделал, на горе все подрегулировал, все, больше ты к этому не возвращаешься. Я думал, нафига мне здесь нужна быстрая регулировка, тем более вы здесь оставили винтик, здесь его не оставили. Как будто вот у меня больше сомнений было насчет того, что нафиг здесь нужна быстрая регулировка. Но немного пообщавшись со своими друзьями и обсудив эту тему, мы пришли к такому выводу, что это скорее всего сделано как раз таки для того, чтобы ничего не потерять. И вот в этот момент мне показалось, что это реально круто. То есть ты не потеряешь тут никакой винтик, не сломаешь раковину в своей ванной, не будешь испытывать головной боли насчет того, протянул ли я свои винтики или нет. Вот с этой точки зрения, мне кажется, это реально круто. То есть сначала я недоумевал, потом мне показалось, что это круто. Странно, что они оставили это внизу, но к нижнему стрепу мы перейдем чуть попозже. И, наверное, если постоянно сюда не лазить, все это не выстегивать, не пристегивать, не менять, просто настроить верхний стреп под свой ботинок, забыть про эту регулировку, то, скорее всего, это прослужит довольно долго. По верхнему стрепу. Он здесь двухкомпонентный, такой приятный, мягенький. Хотя, если честно, я больше люблю однокомпонентные стрепы, потому что там ничего не рвется. Они, в принципе, для меня тоже довольно комфортные, тоже мягенькие. Здесь я не заметил, если честно, по сравнению со своими прошлыми креплениями, в которых однокомпонентные стрепы, какой-то там дополнительной супермягкости. Просто прикольный, комфортный стреп. Слайдер тут сделан, типа, как у Бёртона. Такой откидной. Я вообще супер фанат этой темы, потому что на моих Бёртонах я постоянно этим пользуюсь. Мне это супер нравится, супер комфортно. И, на мой взгляд, он меньше лопается, меньше рвется. Вот этим креплением года три уже. С ними вообще никаких нет проблем. Здесь он сделан немного по-другому. Здесь он сделан, типа, такими насечками. И это вызывает небольшие сомнения во мне. Как будто бы здесь ему легче порваться, но с моими пока все окей. Слышал, что это такая проблемная часть их, но так как с моими все окей, и если это будет так и продолжаться, то это вообще 10 из 10. Респект. Мне нравятся такие темы. Я кайфую с этого. Нижний стреп мне лично тоже очень понравился. У меня были небольшие сомнения, потому что... Ладно, если я уже тут начал сравнивать. Вот на Бёртонах у меня карта Эликс, и вот здесь капстреп просто гигантский. Я на самом деле сейчас смотрю, после того, как я покатался на этих. Он мне кажется тут просто гигантский, но он очень крутой. Он очень круто держит носок. И у меня были небольшие сомнения, потому что этот выглядит такой маленький, как будто он может соскальзывать, но здесь очень крутая, мягкая, цепкая резина. Она в носок вцепляется вообще просто как железной хваткой, и никуда не соскальзывает. Его можно и сверху носка, и на сам носок надевать. И к этому капстрепу у меня вообще ноль претензий. Он очень крутой, оправдал все мои ожидания, и все мои опасения не оправдались. Так что ему тоже ставлю пятерку, 10 из 10, если вам так удобнее. В общем, ему респект. Один из лучших капстрепов, которые у меня когда-либо были. Единственное, что мне здесь не понравилось, это вот этот нижний слайдер. Он тут регулируется уже когда у тебя крепления стоят на доске. То есть на старых креплениях ты поставил его в то место, которое тебе нужно. Все. Поставил крепление на доску, он никуда не денется. А здесь, так как база снизу полностью заделана пластиком, то здесь это сделано типа как быстрая вот такая вот штука, ты можешь это все поменять. С одной стороны, это круто, но с другой стороны, она у меня постоянно норовила выскочить и изменить свое положение. Я к этому привык, это было в принципе не так часто. Не могу назвать это прям каким-то существенным минусом, но я это заметил, и меня это немного подбешивало. Но в целом, это не так страшно, как я уже сказал. Просто такой небольшой нюанс. Дальше бакли. Бакли для меня лично в креплениях это чуть ли не одно из самых важных. Казалось бы, может быть, кому-то кажется это странным, но если у тебя крепления все такие навороченные, крутые, базы, хайпбэк, все тебе подходит, стрэпы, но если у тебя бакли клинят и не дают тебе выстегнуться из крепления, не дают тебе нормально застегнуться, то это вообще провал. Я бы не стал никогда пользоваться креплениями с плохими баклями. И мне кажется, это прям существенно ухудшает твой опыт использования этих креплений. хочется постоянно сменить их на какие-то другие. Здесь же все супер круто. Хочу отметить, что они со временем, когда я достал их из коробки, они мне показались немного туговатыми, но со временем они вообще стали как будто их маслом смазали. Вообще никаких вопросов. Очень крутые. потому что, опять же, вернусь к своим старым креплениям, я считаю, что у Бертона одни из лучших бакль, у них очень мягкий ход, они очень легко отстегиваются. Для меня, опять повторюсь, это супер важно, это супер круто. Я прям кайфу от этого ощущения, когда застегиваю свои крепления. И поэтому я всегда был таким неким противником степон систем, потому что нафиг это надо, когда у тебя хорошо все застегивается, тебе хочется этим пользоваться, тебе хочется слышать этот звук божественный. Так что здесь по баклям никаких претензий. И, кстати, хочу сказать, что у них держак, вот именно, даже, возможно, получше, чем у Бертона. Возможно, чуть-чуть похуже сам ход, но, опять же, покатавшись там месяц на этих креплениях, они как будто разгулялись, и к этому вообще ноль претензий. А вот то, как они держат ногу, это вообще одно удовольствие. То есть у меня было такое, что я с утра встегнулся в крепление, одну ногу я вообще не отстегивал, катался часа три-четыре, и даже не поправлял эти крепы. Так иногда лазил там посмотреть, но все, вот, типа, дальше они никуда не шли, назад они тоже не отстегивались. То есть даже у Бертона они бывают слегка отстегиваются, и вот после опыта катания на этих новых форсах с этими баклями, я понял, что все-таки у Бертона не то, чтобы прям самые крутые, потому что здесь они прям могут спокойно конкурировать, огромный респект, я считаю, что это очень важная часть креплений. Теперь самый хайп, самая изюминка этих креплений, это амортизация, вот эти вот, новая система бушингов и все такое, как там на видео показывают, как они мнутся. На самом деле, я такой человек, который насмотрелся обзоров в интернете, и у меня прям в голове такая картинка создалась, что я куплю себе эти крепления, и мне вообще ничего не будет страшно. Разбитые трассы, пофиг, я как на облачке пролечу по ним. Могул после лыжников, вообще пофиг, ничего не вибрирует, все круто, но на самом деле это не совсем так. Не стоит думать, что приобретя эти крепления, у вас там перестанет что-то вибрировать под ногами. Да, они круто гасят вибрацию, возможно, получше, чем мои Бертон-картель, но не надо думать, что вы возьмете себе эти крепления, и все вибрации уйдут, то есть как бы, возможно, это только я один так думаю, но может еще найдутся такие люди. Они работают, да, тут прикольная амортизация, то есть как бы на некоторых видео вы можете видеть, как я еду по разбитому снегу, там вообще полный дыр-дыр-дыр, и у меня ноги трясутся. Это чувствуется, это чувствуется меньше, чем на других креплениях, но все равно это чувствуется, это чуть-чуть прибавляет тебе минут катания, так скажем, в день, тебе поменьше устают ноги, но лично, на мой взгляд, откататься по разбитым трассам вообще нафиг не надо, то есть как бы в каких-то ситуациях, возможно, для прыжков это будет круто, да, мы затестим эти крепления еще в парке, также с моими друзьями, попрыгаем, все как бы вам расскажем, но что хочу сказать, повторюсь, не стоит думать, то, что вы возьмете эти крепления, и все вибрации полностью уйдут. Если у вас там какие-то вообще крепления, у которых вообще нет никакой амортизации, да, наверное, вы почувствуете прям большую разницу, но если у вас что-то формата там, типа, бёртонов каких-то свежих, новеньких, там, выше уровня, то не скажу, что она здесь прям колоссальная какая-то, то есть как бы она работает, она здесь есть, это круто, но не стоит ожидать от этого каких-то прям небывалых чудес. Также круто, что они здесь сделали, закрыли нижний слой пластиком, потому что раньше он здесь был мягкий, и вот даже когда мы ездили в Шерегеш на тесты, люди на морозе часто хотели переставить свои крепления на тестовые доски, и мы видели, как они у них просто прикипали к доскам, им приходилось их буквально отдирать, чуть ли там где-то ножом не срезать, ну вот как бы это не очень круто, здесь пластик, то есть здесь такого не будет, за это респект, это я считаю крутой шаг вперед, то что они сделали эту систему амортизации такими некими слоями. Ну еще в заключении я бы хотел сравнить новые фарсы со своими бертон-картелями, так как я уже во время обзора несколько раз к ним прибегал, и помониторив тему перед тем, как выбрать себе эти крепления, почитал комментарии на ютюбе и на всяких форумах, что люди часто просят сравнить эти два крепления, и так получилось, что у меня как раз они есть, и давайте расскажу свою опять небольшую жизненную историю. Несколько лет назад, когда я выбирал себе крепления, я выбирал себе крепления, кстати, исключительно для гор, смотрел на какие-то более жесткие модели, пришел в сквот на Таганке и был на 95% уверен, что возьму себе Union Atlas, потому что я также насмотрелся обзор, мне показалось, что это идеальное крепление, но помню тогда в магазине, это было года три назад, наверное, я вживую посмотрел на бертоны, вживую посмотрел на атласы, и мне показалось, что бертоны параметром, мне как-то больше нравится, все материалы у них как будто поприкольнее, когда ты держишь их в руках, ощущается, что это какое-то более дорогое крепление, хотя они тогда стоили плюс-минус там на 2000, может быть, бертоны были дороже, и, кстати, консультант Таганки, Женек, огромный респект, он мне жестко подсел на уши, в хорошем смысле слова, разрекламировал эти картели, сказал, что чувак, ты что вообще думаешь, бери картели, не пайся, это вообще икона сноубординга, и икона закреплений это как бы такой некий эталон, и я его послушал, взял их тогда себе, и вообще ни разу не разочаровался, они меня полностью устраивали, и интересный момент, что как-то вот именно через эти крепления я пришел к некому своему такому образу универсальной доски, потому что изначально я брал себе их чисто под горы, потом подыскивался какие-то крепления под парк, в итоге забил, подумал, да, блин, слишком это дорого, слишком это много, поставил эти крепления на свою парковую доску, и офигел от того, насколько они круто работают, что ты можешь на этих креплениях кататься в парке, кататься в горах, и вообще не париться, иметь одни крепления для всех случаев жизни, тогда я подумал, что почему бы не иметь себе какую-то универсальный вообще комплект, потому что часто бывает, что ты приезжаешь в горы, ты можешь не попасть на снег, а там, например, стоит парк, круто, можно попрыгать в парке, и ты вообще не обламываешься, У тебя универсальный сетап, универсальные крепления, универсальная доска, универсальные ботинки. Люди, которые сейчас скажут, что, типа, камон, чувак, такого не бывает, пишите в комментариях свое мнение, будет очень интересно почитать. Лично я для себя понял, что это офигенный момент, иметь универсальный сетап. И в этом году Юнион как-то круто бомбанули прям со своей всей рекламной акцией, что новые крепления, новые фарсы. Вот лично у меня перед глазами это было везде, мне было суперинтересно. Также многие мои друзья катаются на Юниках. И придя в магазин, посмотрев крепы, в этом году я был приятно удивлен, потому что уже когда теперь держишь эти крепления в руках, они выглядят как действительно стоящие своих денег. То есть они выглядят надежно, выглядят так, как будто сколько они стоят, столько они и должны стоить. То есть у тебя нет каких-то сомнений. Если бы я, например, в этом году держал оба этих крепления в руках, я бы намного больше сомневался, что выбрать, потому что в этом году, мне кажется, они реально сделали прям крутой прорыв. И на эти крепления я сразу обратил внимание. Я также очень много думал, какие взять. Я хотел себе атласы, потому что у меня Burton Cartel не просто картель, а который X. Они типа жестче обычных картелей, позиционируются там у Burton примерно как семерка. И я думал, может быть, взять себе атласы, потому что форсы будут мягче этих креплений, а мне уже их жесткость полностью устраивала. Я даже думал взять себе Ultra, но потом откинул эту мысль, потому что там мини-диск, там нет настроек хайбэка, ну и вообще они в целом супер такие фристайловые крепления, заточенные чисто под фристайл. А я люблю широченные доски. Кстати, тестил все я это вот на такой вот volume shift в доске. То есть я любитель, когда доска шире, но короче, чем обычная. И за счет этого я сразу отмел идею о ультрах, потому что там мини-диск мне показал, что на широкой доске это будет как-то неудобно, крепы будут слишком сильно люфтить. И вот я прям думал-думал, что выбрать себе атласы или новые фарсы. И хочу сказать, что ни разу не прогадал насчет новых фарсов, потому что на горе, по ощущениям, они были даже чуть-чуть жестче, чем мои картели X. Лично на мой взгляд, это только по ощущениям было так, потому что, мне кажется, у них все-таки одинаковая жесткость. Например, у картелей пожестче хайбэк, явно. Но за счет своего флекса они немножко поудобнее мне показались. И вот это вот показатель крутого стафа. То есть, заявляет производитель что-то жесткое, и это не должно ощущаться, как какие-то бетонные ботинки на ногах или там бетонные крепления. То есть, жесткость, она просто должна хорошо передавать усилия. Ты не должен ощущать того, что у тебя нога чем-то скована, что ты чувствуешь что-то жесткое. Это очень круто, когда производитель соблюдает вот эти вот показатели флекса и жесткости, и ты вроде бы ощущаешь эти крепления на себе комфортно, на ногах своих, а по факту они жесткие. То есть, вот юнионы немного, прям, может быть, на самую малую часть проигрывают бертонам в этом, потому что они ощущаются как жесткие крепления. То есть, в них есть вот это все-таки ощущение жесткости, но они прям очень близки по этому параметру. И если бы я сейчас выбирал себе универсальные крепления для всего, я бы, наверное, выбрал себе юники, потому что бертоны, во-первых, дороже, бертоны сложнее достать в России, с юниками намного легче, они есть практически в любом магазине, так это значит, что запчасти можно найти в любом магазине. За свою цену я считаю, что юнион это вообще суперкрутой конкурент бертонам. И хочется сказать, что первые дни на горе, когда я катался на юниках, я немного скучал по бертонам. То есть, у меня не было какого-то вау-эффекта, что это типа какие-то прям супер-супер во всем лучшие крепы. Но стоит отметить, что тогда у нас светило солнце, было катание по трассам. Как говорится, мне это неинтересно, я этого не поднимаю, с других сказать не могу. Но я в те дни, когда светит солнце, и нет свежего снега в горах, я обычно катаюсь в режиме такой прогулки. Я просто смотрю по сторонам, езжу по трассам. Я уже говорил в начале видео, что я не фанат прям развивать скорость турбулета какого-то. То есть, мне нравится просто пошредить, попрыгать на кочках. И тогда у меня сложилось впечатление, что ну да, прикольные крепления, но прям какого-то вау-эффекта, что там Артур Лонга говорит, что это прям супер-крутые, изо всех щелей льется инфа, что это топовые крепления этого года. Я такого в первые дни не заметил. Но стоит сказать, что как только у нас выпал снег, хоть даже мы катались там в таком тумане, что просто пипец. Я вообще ничего не вижу, челы. У вас хотя бы что-то видно? Нет. В смысле рельефы. Какой рельеф? Просто не было видно даже своих ног. Все равно я почувствовал этот снег. И сразу как-то жизнь стала слаще, а стрепы мягче, как говорится. И вот тогда, когда до меня дошел этот снежок, когда я почувствовал вот этот кайф катания, все, у меня ушли вот эти вот недовольства, то, что как бы и нет снега. И я ощутил весь прикол. Они реально стали сразу для меня лучше. Как бы я оказался в своих привычных условиях. Мне сразу стало хотелось кататься. И реально как-то все стало ощущаться по-другому. Я сразу подумал, блин, реально крутые крепления. Сразу начал видеть в них какие-то плюсы. Сразу заметил то, что они держат ногу. То, что я могу кататься три часа, вообще не поправляя стрепы. То, что они сразу стали для меня мягче, как-то удобнее. Я сразу понял, что круто, что я могу кататься на полчаса, на час побольше за счет того, что ноги не так сильно устают от постоянных вибраций на всяких там могулах и дыр-дыр-дырах. И уже оказавшись в этой среде, которая мне больше нравится, уже как бы кайфую от того, что я катаюсь. Потому что, ну, как бы это странно не звучало, я в горах не кайфую, если катаюсь по трассам. Повторюсь, что для меня это просто, ну, как бы трата времени, как будто просто, ну, прикольно, да, смотреть по сторонам, солнечная погода, видеть все эти красоты, любоваться всем этим. Но хочется приехать в горы и там кататься. И вот как бы, как только мы дождались там снега, я сразу пересмотрел вообще свое отношение к этим креплениям. Мне они супер понравились. Я сразу понял, что кайф, реально круто, универсально. Я буду на них кататься и в парке, буду на них кататься и в горах. Они все новенькие, свеженькие. Кстати, сейчас они стоят так на порядок даже дешевле, чем когда я их брал в сквоте. Сейчас там действуют всякие скидки. Очень советую эти крепления. Если вы выбираете крепления какие-то универсальные, то они вам подойдут. Если вы там хотите развить скорость истребителя, то, наверное, и вы еще верите в себя, что вы сможете справиться с какими-то более жесткими креплениями, то стоит, наверное, посмотреть в сторону атласов. Но вот именно про новые фарсы хочу сказать, что они реально крутые. Ну и, наверное, новичкам я бы не стал рекомендовать эти крепления, потому что есть варианты побюджетнее, есть варианты помягче. Эти крепления все-таки ощущаются как жесткие крепления. Не самые жесткие, что есть на рынке, но для новичков это, думаю, будет too much. А вот для людей со средним уровнем катания и выше, думаю, они отлично подойдут. Если вы хотите кататься везде, если вы хотите кататься в горах, если вы хотите кататься в парке, то это будет суперкрутое универсальное крепление для вас. Ну а в конце хочу сказать, что мы еще снимем видео про эти крепления из парка, чтобы полностью закрыть все вопросы про их универсальность, чтобы все полностью убедились в том, что эти крепления подходят для всех стилей катания. Ну и спасибо, что посмотрели это видео. Мне было очень интересно рассказать вам про новые фарсы. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Так что пишите комментарии, ставьте лайки, бомбите на колокольчик и увидимся в следующих видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok